Битва за Кавказ – одно из наиболее кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Основным фронтом боевых действий были Клухорский, Марухский и Санчарский перевалы. Поиск и достойное захоронение останков погибших воинов – важный вклад в дело сохранения исторической памяти. Уже не первый год в поисковых экспедициях в горные районы республики участвуют археологи, историки, спасатели, военные курсанты как Абхазии, так и России. Наша цель – это поиск, идентификация, экскумация и достойное перезахоронение останков погибших без вести пропавших советских солдат. Порядка 40 тел перезахоронено. Нам надо эту программу продолжить и более масштабно уже подойти к решению данного вопроса. Мы наблюдаем, что объекты, памятники нашего общего прошлого, исторического, героического прошлого наших народов даже в соседних консультациях разрушаются. Мы, в свою очередь, наоборот, пытаемся сохранить ту историю. Это очень важное достояние наших народов, за которое мы должны бороться. Бадрагун бы отметил, что в преддверии 80-летия битвы за Кавказ в республике запланированы масштабные мероприятия. По его словам, чтобы регламентировать действия структур, будет создан координационный штаб. Возглавит его вице-премьер Абхазии Сергей Пустовалов. На совещании также присутствовали участники проекта «Кавказский фронт», целью которого является увековечение памяти погибших, изучение исторических аспектов боевых действий, а также пополнение фондов музеев новыми артефактами периода Великой Отечественной. В музее боевой славы на всяческий подъезжал. Сейчас ведутся переговоры. До данного момента уже есть две поисковые группы. Одна группа состоит из 18 человек, вторая группа состоит из 23 человек. Подчеркиваю, это кроме поисковой группы, туда включены уже сотрудники медиагруппы, которые будут постоянно, 24 часа в сутки, будут находиться именно с поисковыми группами, выполняя свои непосредственные функции. Посредством абхазских, российских и международных СМИ будет снят цикл репортажей и сюжетов, которые расскажут о работе над проектом. Также пройдут съемки шести фильмов о битве за Кавказ. На базе найденных материалов будут опубликованы научные работы по военно-исторической и археологической тематике. Кроме того, в рамках проекта запланировано восстановление памятников героям ВОВ на территории Абхазии. Главное, конечно, это поиск и достойность захоронения, но еще одна главная деталь, на мой взгляд, это медиаосвещение широкое. То есть разные форматы, начиная от статей, книг, фильмов, заканчивая. Есть у нас дети, которые вообще об этом не знают. То есть для них мы можем тоже свой формат рассказа. В свою очередь, руководители силовых структур Абхазии выразили готовность оказывать максимальное содействие в поисковых экспедициях. Со стороны пограничного отряда традиционно оказывалось содействие в организационных вопросах. Там, где будет касаться попадание на пограничную зону, естественно, мы это будем в непосредственном взаимодействии отрабатывать. Тактически это уже налажены механизмы. И если будет такая необходимость в будущем по Кавказскому хребту на линии соприкосновения границы с Российской Федерацией, будем заблаговременно ставить в известность по налаженным механизмам, имеющимся с пограничным управлением Краснодарского края, если надо будет, к Карачаево-Черкесской республике. И понимание всегда было, и только будем наращивать в этом отношении наши возможности. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин отметил, что для него большая честь принять участие в проекте «Кавказский фронт». Посольство Российской Федерации в Республике Абхазия вместе с государственными и общественными организациями республики принимает самое активное участие и придает очень большое значение сохранению исторической памяти. Хочу отметить, что очень важно поддерживать, и слава богу, что в Республике Абхазия, в отличие от условно более развитых европейских стран, где сносят, и это показывает широко по телевидению, памятники советским воинам в Польше, Чехии, Словакии и других, так сказать, так называемых развитых странах, нужно отделить политику от истории и действительно сосредоточиться на том, чтобы будущие поколения, как в России, так и в Братской Абхазии, помнили и знали историю своих государств. На каком-то этапе она была раздельной, на большом этапе она была совместной. И мне хочется, чтобы наши народы, наших двух стран Российской Федерации, Республики Абхазия уверенно смотрели в будущее как стратегические партнеры и союзники. В завершении встречи Бадра Гунба подвел итоги, отметив, что работа предстоит долгая и серьезная. В первую очередь необходимо подготовить план график работы на текущий год. Наша задача усилить эту работу и в разы увеличить количество тех перезахороненных солдат и офицеров. Это очень важная задача. Второй момент, Сергей Борисович, я думаю, вы в рамках уже рабочей группы будете осуществлять мониторинг и подготовьте предложение по определению места установки памятника бойцам погибших на Кавказском фронте. Участники встречи сошлись во мнении, что совместными усилиями все запланированные мероприятия будут реализованы.